Друзья, всем привет! Это Виталий, компания X-Motors. Ребята, это видео хотим посвятить теме водомоторного сезона, он скоро начнется. И хотим с вами обсудить, что будет с ценами на лодочные моторы и как обстоят дела с дефицитом лодочных моторов на рынке. Что будет, что ожидается и что прогнозируется в 2022 году. Итак, какие вообще цены будут в 2022 году на лодочные моторы? Очень интересный вопрос, и вы знаете, мы готовили с него пару дней, я собирал информацию от дистрибьюторов, от наших логистов, то есть что нам говорят наши поставщики, дистрибьюторы, импортеры в Россию. Конечно же, в первую очередь нас интересовала история, что происходит и что планируется в этом году с японскими лодочными моторами, с лодочными моторами Suzuki, Yamaha, Tahatsu, Mercury. Вы видите, как бы это красивая у нас зона в одном из наших филиалов. Зона под японские лодочные моторы, ну в частности конкретно эта зона выставочная под Mercury, но она пустая, она печальная. То есть она должна быть полная витрина, здесь должны стоять огромные моторы на эстакаде, на стендах, но всего этого нет, и это нет, и всего этого нет, к сожалению, из-за продолжающего дефицита. Те водомоторники, кто планировали обновить мотор, либо купить мотор в прошлом году, в позапрошлом году, они чувствовали, видели активный достаточно рост цен, но он в большей степени связан, если честно, с курсом, с ростом курса рубля, потому что в долларовом эквиваленте цены практически не увеличились. Но основная проблема была связана с дефицитом. Дефицит, к сожалению, мы очень надеялись на то, что в этом сезоне производители выплывут из этой истории, смогут предоставить рынку необходимое количество лодочных моторов, но, к сожалению, Россия как бы не самая развитая страна, и основной пул производства лодочных моторов уходит, конечно, в первую очередь по Америку, Европу и странам более богатых, где люди платят баксами. Что, какая информация к нам поступает от наших поставщиков, наших дистрибьюторов? К сожалению, в этом году будет дефицит еще сильнее, чем в прошлом году. Дефицит будет настолько, что, например, у таких моторов, как Mercury, Tahatsu, у них чуть ли не квота 30 моторов в месяц. Ну, представьте, что такое 30 моторов на всю Россию, на всех дилеров, то есть это копейки. В этом году лодочных моторов японских, кто успел сейчас выхватить, кто успел взять, ну вы счастливчики, друзья, потому что, скорее всего, ввиду обострения ситуации, которые вы сейчас видите в СМИ, и диалога России, и США, НАТО и так далее, очень резко вырос курс доллара, и, скорее всего, он будет расти дальше. Это, конечно же, все повлечет за собой рост цен, ну и подхлестывает рост цен также дефицит. В этом году дистрибьюторы японских лодочных моторов, включая американских, имиру, да, включая европейских, сельва и так далее, но сельва не особо распространена у нас, все заявляют в один голос о том, что моторов будет очень мало. Очень мало будет моторов, и вам, скорее всего, они не достанутся. Особенно проблема, связанная с моторами, которые там идут 60-50 лошадок четырехтактными, да, которые люди ставят себе на катера, с ними такая же огромная проблема. Поэтому это, конечно же, влияет еще на резкую активность всякого лохотрона в сети интернет. Очень вас прошу, ну, будьте умны. На все Авито, 99, наверное, процентов на Авито объявлений – это лохотрон, либо это просто объявления приманки, которые размещают непорядочные магазины с целью вас приманить, а потом всячески вам будут рассказывать о том, что мотор куда-то был перемещен, где-то был продан, где-то зарезервирован, либо он будет у них висеть как приманка бушная, не будет заводиться, у него там будет стукнутая голова. В общем, любую историю вам будут вливать в уши, лишь бы не продать, не выдать вам этот мотор, и постараться вам, конечно, продать какому-то китайца, причем, как правило, по цене значительно дороже, чем можно купить такого же китайца с другим названием. По поводу китайцев мы с вами обсуждали, мы вам говорили о том, что, по сути, брендов очень много, они отличаются мотором в основном наклейками, а заводы там одни и те же. Поэтому бывает, что на рынке есть один и тот же мотор, например, с одного и того же завода, но стоит значительно дороже, чем точно такой же мотор, абсолютно, только с другой наклейкой. Ну ладно, сейчас история не об этом, мы хотим с вами обсудить именно японские лодочные моторы, что с ними будет происходить, и с ними будет происходить жопа, друзья. Будет лютый дефицит, те, кто планировал и кто хочет обновиться в этом сезоне, успевайте, уверяю вас, как только будет жидкая вода, навряд ли вы сможете купить где-то мотор из наличия. И опасайтесь, друзья, мошенников, их огромное количество на Авито, там, повторюсь, 90% магазинов, это не существующих, там, придуманные названия, лохотрон, приманки. Проверяйте дилеров на официальных сайтов производителей, Suzuki, Yamaha, Tahatsu, Mercury. Наша сеть является официальным дилером ряда этих брендов, но, к сожалению, мы также испытываем дефицит, как, собственно, вы на этой витрине видите. Это был Виталий, компания X-Motors, будьте здоровы, друзья!